Приветствую вас, и, вы знаете, то, что вы описываете, называется ревностью, вот, и пресекает из нескольких важных моментов. Первый момент связан с тем, что вы боитесь, например, одиночества, то есть вы боитесь, что-то одно. Второй момент связан с тем, что вы неуверенны в себе, то есть вы в какой-то степени себя обесцениваете. Вот, почему-то вы себя обесцениваете. Вот, ну, в том смысле, что вы считаете, например, что вы не самые лучшие, да, что, значит, что с этой подругой вашему молодому человеку будет лучше. Короче говоря, вы не уважаете выбор своего мужчины быть именно с вами. А с другой стороны, вы не уважаете свой выбор. Вот, думаю, потому что в своем выборе, по факту, вы тоже сомневаетесь. Получается. Это важно. Следующий момент, это отношение к сексу. То есть, если кому-то вы говорите, что, если я представлю, чем они занимаются, то начинается истерика. То есть, это отношение к сексу. Такое вот отношение, достаточно специфичное, может быть, травмирующее. Вот, откуда оно взялось, это отношение. Нужно выяснять. Нужно смотреть. Может быть, был негативный опыт у вас, в прошлом. Либо в семье, да, вот, либо в, значит, вашем собственном опыте. Ну, что-то здесь одно из-за двух, вот, либо семья транслировала вам некий негативный опыт, вот, и вы этот опыт переняли. Без всякой задней мысли, в кавычках, в кавычках. Либо ваш самый опыт такой. Наконец, последнее, это то, что вы боитесь фактически потерять. То, что вам молодой человек даёт. Или общение с молодым человеком. То, что вам даёт. Это тоже нужно преследовать. На мой взгляд. Нужно преследовать и пытаться разобраться. В тем, вот, как, как вы пришли, да, к тому, чтобы, ну, так вот. Воспринимать то, что делают сейчас мужчины. А дальше вы описываете, то есть, вы говорите, что человек, а, разговаривал так, как будто вам всё равно вы бросили трубку. А, скажите, что он не брат. А, я хотел бы спросить вас, в чем человек не брат. Ну, вот, вы говорите, что он не брат. В том, что он, например, ведёт себя и общается так, как он чувствует. Было бы лучше, если бы мужчина вёл сюда. Ну, вёл сюда. Не, 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 не истренно. Вот. Или как. То есть, это вот, ну, для меня, наверное, не совсем понятно. Понятный момент. Что вы имеете ввиду? Вот. 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 Понимаете, да? О чем здесь речь? Здесь, опять же, в какой-то степени это ваша проблематика. Вот. А, на неё вам нужно обратить своё внимание. То есть, чего вы требуете от, ну, от мужчины. Да? И в чём вы вам приняете? Чего вы боитесь? Вот. Дальше. Значит. Так. Самая проблема в том, что я ввожу себя плохими мыслями. Так. В том, что касается благих мыслей, здесь вы описываете навязчивость. То есть, вот именно, именно то, что может быть навязчивыми мыслями. с вашей, скажем так, стороны. Да? И, соответственно, очень важно определить причины и основания для навязчивых мыслей у вас. То есть, какие основания для того, чтобы, ну, эти мысли у вас появлялись навязчивыми. Вот. А если мысли появляются к правилам из-за подавленных чувств, из-за подавленных желаний, эмоций, вот это мысли быть, с этим нужно бы поработать. Поэтому, если вы хотите отношения сохранить, ну, наверное, имеет смысл, а, пока, вот, не бороться со сферами, да, с пояснением отношений, а разобраться в себе и в том, как вы приходите, вот, вообще, к этой вот идее, что, ну, молодой человек может быть к вам не совсем счастлив и добросовестен. Вот. Откуда у вас это идея, точнее? Как вы к этому пришли, приходите, точнее? Вот. Что для вас значит отношения, что для вас значит, в том числе эффекции, вот все это нужно исследовать, для того, чтобы, ну, чтобы как можно лучше, эм, себя в этом понимать, как можно лучше в этом разбираться. Вот. Вот. А, вот то, что я могу вам, эм, что я могу вам сказать. Вот. На этом все, эм, 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 надеюсь, эм, что помог вам, эм, я вам желаю, эм, всего доброго, я вам желаю разобраться к себе, но также рекомендую не откладывать проблемы, потому что она будет скрепнуть. Вот. А на расстоянии находить с двух сторон он, скорее всего, в какое-то время его еще будет, поэтому проблемы нельзя решать. На этом все, удачи вам, всего доброго.